Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня торговая сессия среды. Мы, наконец-таки, дождались данных по инфляции в США. Они будут опубликованы в 12.30 по GMT. Безусловно, это событие, этот отчет, статистика станет основным катализатором всех движений на сегодняшней торговой сессии. Если говорить по хронологии макроэкономических событий, сперва в 9.30 по GMT нас ожидают протоколы последнего заседания британского регулятора. Фунт активно растет, но я даже при текущих уровнях, когда пара фунт-доллар торгуется вблизи отметки 1.30, практически уверен, то, что локальный максимум еще далеко не достигнуты. И это восходящее ралли легко может быть продолжено. Протоколы последнего заседания регулятора могут подчеркнуть, либо усилить даже нашу уверенность в том, что Банк Англии уже прочно встал на путь последнего повышения процентной ставки и, к сожалению или к счастью, уж не знаю, посмотрим со временем на последствия, ему придется повышать ставку такими же высокими темпами, как и раньше. Об этом мы уже говорили много раз, поэтому сейчас тоже остается лишь расслабиться и ждать, когда Банк Англии выкатит еще одно решение о повышении ставки на 50 байсных пунктов, что станет, конечно же, еще более мощным ускорением для восходящего движения британца против всех основных конкурентов. Далее в 12.30 по GMT, «Герой дня. Отчет по инфляции в США». Это уже релиз, который окончательно убедит нас в том, стоит ли нам придерживаться идеи того, что американский регулятор может пойти более чем на одно повышение процентной ставки до конца этого года. Я заранее хочу сказать, что я абсолютно уверен в том, что повышение ставки в июле будет последним в этом году, после чего американский регулятор возьмет довольно продолжительную паузу будет следить вместе с нами, конечно же, а мы вместе с американским регулятором за тем, что происходит с макроэкономической статистикой. Ну, по всем предваряющим, скажем так, индикаторам фактических отчетов сейчас заранее можно сказать, что макроэкономические условия в США все же ухудшаются. Но не просто так столько чиновников американского регулятора уже намекали на риск определенного рода мягкой или не совсем мягкой посадки американской экономики, который ожидается в конце этого года. То есть, если развивать эту тему, мы снова можем уйти на разговоры о рецессии в США, которые, соответственно, должны все-таки снизить ожидания каких-то дополнительных агрессивных действий от Федрезерва по ужесточению политики, потому что любое повышение процентной ставки — это сознательное ухудшение экономических условий. Ну, не думаю, что США все же пойдут на такой шаг, тем более, что их первоочередная задача — стабилизировать инфляцию в районе целевого ориентира, а инфляция как раз демонстрирует устойчивое нисходящее движение. По поводу других отчетов в 14.00 будет заседание Банка Канады. Соответственно, ждем фактическое решение по ставке и через час после этого в 15.00 по GMT пресс-конференции руководства Банка Канады. За канадским долларом мы также наблюдаем, поэтому сегодня я надеюсь, что пара доллар-канадица покажет еще более стремительное нисходящее движение и приблизится к нашей долгосрочной цели 1.30. Индекс доллара текущей котировки 101 пункт. Прекрасно, уже можно сказать, что первая цель достигнута, потому что мы ориентировались ранее на диапазон снижения доллара, точнее снижение доллара в диапазон 100-101 пункта. Соответственно, верхняя граница уже вот-вот, прям в наших терминалах, нужно тащить индекс доллара вниз в район 100 пунктов. Сегодня отчет по инфляции легко может справиться с этой задачей. Ожидается, что инфляция в прошлом месяце в США снизилась с 4 до 3,1%. То есть она будет всего лишь, если мы увидим 3,1%, на 1,1% выше целевого ориентира в 2%. И это самая настоящая победа, которая может быть в том числе и следствием того, что ФРС все правильно делал с монетарной политикой, верно определил пиковое значение по ключевой процентной ставке. И раз инфляция так устойчиво снижается при текущем уровне процентных ставок. Опять же, возвращаемся к очень важному вопросу. Есть ли уж прям такая острая необходимость повышения ставки более чем на один раз в этом году? Поэтому юльское повышение, на мой взгляд, это заключительный аккорд, как бы финальная точка текущего цикла ужесточения американской монетарной политики. И после сегодняшнего релиза по инфляции мы в этом легко можем убедиться. Нонфармы, как мы помним, я уже много раз делал акцент, на них разочаровали. Фактически, прирост новых рабочих мест 209 тысяч – это минимальное значение за 2,5 года. Ну, неудивительно, что на этом релизе доллар прямо оступился и перешел к снижению. Не за что ему сейчас зацепиться, поэтому по итогам текущей торговой сессии, завтра уже во время следующего брифинга, мы попробуем уже финализировать нашу точку зрения и окончательно ответить себе на вопрос, что стоит ожидать от индекса доллара дальше. Уверенного пробоя поддержки 100 пунктов, либо все-таки будут какие-то надежды еще для покупателей, что после теста 100 индекс доллара сможет скорректироваться и уйти в какую-то продолжительную фазу консолидации. Это все завтра. Пока что я сторонник продаж. Я рад, что рынок идет по нашему с вами сценарию. Цели уже близки. Остается, опять же, дождаться, когда они будут достигнуты и просто спокойно закрывать позиции и благодарить себя, друзья, за то, что вы правильно оценили возможности текущего фундаментального фона. Золото 1938, хайбл 1940. Сегодня я ожидаю снижение доходности американских облигаций. Сегодня я ожидаю еще больше интерес трейдеров к именно спекуляциям на золоте, что может привести к росту перекоса между действиями покупателей и продавцов. Это все об индексе рыночных настроений. Даже сейчас он показывает очень хорошие, подает хорошие сигналы, что большинство трейдеров залезли на продажи по золоту. И золото идет против толпы. 1950 это ближайший целевой ориентир. Если завтра увидим, что золото уже закрепилось выше, то тогда снова, друзья, будем ставить на движение в район 2000 долларов за тройскую унцию. Доллар иена. Поздравляю, цель сделана буквально за неделю. Мы с вами заработали 500 пунктов. Это колоссальное движение, которое было основано на ожиданиях интервенции со стороны Банка Японии. Но, вы знаете, есть даже слухи, которые обсуждаются, что Банк Японии официально не сообщил о том, что он проводил валютные интервенции, но все же делал это в не таких уж заметных объемах, чтобы нельзя было их напрямую уличить в этом. Учитывая, что пара пролетела полтысячи пунктов, я допускаю, что какое-то влияние действия Банка Японии все же было. Если так, большое спасибо им, потому что мы как раз на это и рассчитывали. Доллар Канаде с 1.32. Сегодня я ожидаю повышения ставки до 5% в Канаде. Ставку нужно повышать, потому что рынок труда канадский прогрессирует. Количество новых рабочих мест, как вы помните, в прошлую пятницу плюс 60 тысяч. Зарпные платы остаются высокими, среднее значение выросло на 4,2%. Это значение, которое говорит о том, что инфляция, скорее всего, тоже будет оставаться повышенной. Поэтому нужно заранее предвосхищать, что она не продемонстрирует тех устойчивых трендов снижения. И чтобы добиться условий, чтобы инфляция не росла в будущем, нужно создавать жесткие монетарные условия уже сегодня. 5% это далеко не предел для Банка Канады. Да и, в принципе, Банк Канады может ее повысить, учитывая, что по ряду регуляторов ставка даже еще выше. Цели 1.30. Фунт против доллара 1.2958. Целевой ориентир 1.30. Тоже катаризатор роста британца. Это слабость американского доллара и вчерашний отчет по рынку труда Великобритании. Здесь тоже можно сказать про заработные платы, которые выросли на 6,9% с 6,8%. Соответственно, они будут стимулировать дальше рост инфляции, потребительскую активность и будут способствовать сохранению истребиной риторики Банка Англии и настроя британского регулятора на дальнейшее повышение ставки. Рынок нефти 79,43, максимум 79,69. Здесь один маленький шаг до нашей цели 80 долларов за баррель. Фактором поддержки для нефти, в том числе среди всех прочих факторов, которые я перечислял на прошлых брифингах, можно отметить возобновление покупок администрации США нефти для пополнения стратегических резервов и запасов. Уж не знаю, поможет ли это сильно увеличить стратегические резервы, учитывая, что как сильно они были истощены в последние месяцы. Но рынку эта новость понравилась и, соответственно, нельзя не сказать, что этот фон оказал какую-то локальную поддержку цену. Но основной триггер роста это все-таки ожидание серьезного дефицита, который неизбежен при текущих темпах сокращения предложения со стороны стран ОПЕК+. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей вам торговой сессии. Всем пока!